Сталкивался с событиями, которые воздействовали на мою психику. Это все такие ложные конструкции, в которые мы играем. Быть собой и принятие меня таким, какой я есть. Нам истину дали. Делай вот так. Мы такие, окей, пошел делать вот так. А мои ли это идеалы? А мои ли это идеи? Захватывает дыхание, начинается вот что-то на уровне оргазма. Я задался вопросом, как мне повысить свою стоимость. Неделю я ходил с этой мыслью. В какой-то момент я вспомнил про так называемую полную функцию управления. Это термин, который объясняет любой процесс управления. И он начинается в первую очередь с оценки факторов внешней и внутренней среды. То, на что вообще потенциально реагирует психика человека условно. Я ушел в исследование. В этих исследованиях я проанализировал факторы внешней среды, которые были политические, экономические, социально-культурные, технологические. Внутри я понял те вызовы, которые сегодня есть у страны. А я воспринимаю страну как некую стихию. Я как предприниматель понимаю прекрасно, что мои проекты, мои инициативы должны встраиваться в стихию. Потому что, во-первых, скорость будет другой. Во-вторых, я гражданин страны, перед которой сегодня вызов. Неравнодушный, патриотичный. Я понимаю, что я хочу своей жизнедеятельностью содействовать. И внутри этого содействия повышать ту самую ценность. И с ценностью повышать свою стоимость и достаточность материально. Вторым этапом я задался вопросом, а вообще для чего деньги мне нужны? Мы все живем, куда-то бежим, за каким-то успехом тянемся, за каким-то соответствием, каким-то образом тоже, зачастую забывая, где мое на самом деле. Потому что, когда появляется мое, движение к этому моему намного проще, легче и гармоничнее. Я начал записывать некий список в таблице и понял, что я на пяти пунктах остановился. Нет мелких вещей, которых можно было бы выстроить в огромный список. Есть большие, ключевые. Я хочу купить землю, хочу поставить дом, хочу жить на уводы, хочу, чтобы мама там жила. Хочу построить свой дом. Это все-таки такие большие конструкции. И в какой-то момент я позвонил супруге, я говорю, Жень, мне нужна помощь, и я хочу знать, что хочешь ты. И тут в какой-то момент я вылавливаю эту фразу из контекста, примерно в этот же момент, какого-то человека, который вот эту вещь поясняет, что женщина хочет, а мужчина может. То есть это вот некий такой, давай назовем это, такой алгоритмичный процесс в природе мужчины и женщины, когда естественное состояние женщины хотеть, а естественное состояние настоящего мужчины мочь. А конструкция во взаимоотношениях и вообще в природе мужчины и женщины, да, вот в моем понимании у женщины есть целевая функция, она связана с вот неким таким внутренним контуром семьи, да. Мужчина целевая функция связана внешним контуром, то есть внешней средой. И женщина трудится здесь, мужчина трудится там. Для мужчины смысл, на самом деле, самый глубинный смысл, это не вот этот эгоцентричный, типа, купить машину, мир завоевать и признание получить, это все такие. Ложные конструкции, в которые мы играем, истинные конструкции, это создавать семью, создавать среду внутреннюю, внутри себя, среду внутри своей семьи и уже из этого состояния создавать для внешнего мира что-то, потому что во внешний мир ты способен принести какие-то более ценностные нравственные конструкции, которые выработались во внутренней работе и во внутренней работе семьи. И в моем понимании вот это вот желание женщины, мы тоже этому учимся, не могу сказать, что мы умеем это делать в полной степени, но мы учимся, потому что я действительно хочу мочь не для себя сегодня, а хочу мочь для трех-четырех женщин главных, которые есть в моей жизни, даже пятеры-пяти. Да, это мои дочки, это моя мама, это моя супруга, это мои бабушки, это родители и мама моей супруги, то есть я понимаю, что я как мужчина, сегодня возглавляя род, должен подумать не только о себе, но и подумать о том, что хотят женщины вокруг меня, да. Когда мы говорим о достаточности человека, его достаточность складывается из его удовлетворенности, а его удовлетворенность это какая? Это удовлетворенность его ценностей, ценностям. Соответственно, человек счастливый это тот человек, который способен а. идентифицировать свои ценности, б. следовать этим ценностям, ц. удовлетворять эти ценности. Соответственно, если ценности мужчины и женщины расходятся, мужчина пошел на уступку, получил минус себе, сделал плюс куда-то, и с этим минусом он ничего сделать не может в жизни больше. То есть вот эта достаточность внутренняя, она должна быть. Поэтому, когда я говорил сейчас про создание среды, я начинал с внутренней среды. И эта среда не просто типа я удовлетворяю свои эгоцентричные потребности. Нет, это формирование вот этой вот внутренней силы, внутренней морали, нравственности, меры, из которого ты можешь что-то делать для внешнего мира, даже вот для своей семьи, для своей супруги. Без этого ты просто уходишь в минус, внутренний минус. Чтобы быть успешным, нужно построить себя. Ну, нужно себя собрать как минимум. Но если базово идти, то ты как минимум должен быть здоров физически. Ты должен быть здоров эмоционально и психически. Потому что ты можешь адекватно воспринимать все происходящее. У тебя должен развиваться интеллект. Ты должен перепрофилировать, перепрошивать свою личность. Потому что личность мы получили при рождении, которая имеет в себе некий набор компонентов, которые были переданы просто тебе по наследству родом. Там нужно не лишнее убрать, нужно и добавить. То есть это вот такая, знаешь, из кувшины что-то вылить, чтобы туда дополнить. Развить себя духовно, развить себя чувственно. И из этого состояния сотворить что-то во внешнем мире. Ну, то есть только достаточный человек может что-то достаточное и интересное создать для внешнего мира. Я уверен в том, что заслуга женщины очень большая. В моем случае точно большая. Потому что женщина, которая идет со мной по жизни, она дала мне возможность быть свободным. Свободным в проявлении чувств. Свободным в принятии решений быть собой и принятие меня таким, какой я есть. Безусловной поддержки не вот этой вот «милый, ты сможешь». У меня был период, когда я так хотел, чтобы она мне так говорила. Но вот спустя время я понял, что ценность ее поддержки выше, нежели то, что вот она бы мне говорила «милый, ты можешь». Я знал и так, что я могу. Она просто была рядом. Я чувствовал эту веру, чувствовал эту любовь. И на этой движущей силе просто шел и делал. Даже в самые тяжелые, кризисные периоды, которые у нас тоже были. Не в ношу внутренние, а вот когда я проходил какой-то внешний путь и сталкивался с событиями, которые воздействовали на мою психику, скажем так, создавая трение некое. Смотря отношения, это же тоже про партнерство. Получается, что я тоже делаю определенный выбор, кто будет моим партнером. То есть это как бизнес. Это точно про партнерство. Вопрос в том, что любые взаимоотношения людей строятся на базе ценностей. Когда я для себя это открытие сделал и научился с этим инструментом работать, я понял, как я себе оптимизировал жизненный трек, сокращающий кратно будущие ошибки, которые могут возникать через десятки лет. Сегодня вам кажется, что вы похожи, и у вас одинаковые ценности. Дальше возникают жизненные обстоятельства, при которых вдруг становится так, что один из партнеров говорит, слушай, да ты вообще другой, я тебя таким не знаю. А человек сам в моменте не знал о своих ценностях, они у него там динамично как-то менялись, и он был нестабилен. Через 10 лет вы вдруг поняли, что он не хочет детей, а она карьеристка вообще. А у него был образ, что она будет дома сидеть рожать детей, а у нее был образ, что он пойдет в карьеру, а он художник. И они через 10 лет такие друг на друга посмотрели, такие, не, мне это не подходит. Ну как бы это можно избежать, это же время. А единственная мера, которой отмерен этот мир, разделен пополам, это время, в котором есть прошлое, которое не изменить, в котором есть настоящее, а настоящее подразумевает под собой выбор, который ты должен делать. Исходя из этого выбора, формируется будущее. Соответственно, если ты в этой точке некомпетентен, слеп, дезориентирован, неосознан, иллюзорен, то какое будущее ты создаешь? Если, да, посмотреть на таких, прям, богатых, успешных дядечек, скажем так. У них же чаще всего жены вообще не карьеристы. Ну, там несколько сценариев может быть, но в одном из сценариев женщина должна быть слабой и покорной, потому что вот с таким вот властным, сильным, состоятельным мужчиной он может нуждаться в покорности, и женщина может играть эту покорность. Либо женщина просто настолько сильно расслабляется с человеком сильно властным, и у нее возникает только потребность брать от жизни все, как стоимость того, что она находится с ним рядом. Меня, наверное, до сегодняшнего дня, я честно могу признаться, у меня не было внешней мотивации, у меня настолько большая внутренняя мотивация всегда была, что я не искал и мотивации извне, мне не надо было мотивировать тем, что вот супруга что-то хочет, или вот дети появились, значит, все, надо бежать, бежать, сильнее работать. Да мне и так было достаточно мотивации творить, создавать, пробовать, экспериментировать. Сейчас, конечно, не то чтобы там мотивации прибавилось, я просто вижу счастливых детей, я хочу, чтобы они классно учились, я хочу, чтобы у Жени было много возможностей, я хочу, чтобы мы жили в большом доме, я хочу путешествовать, Я хочу быть свободен и быть с ними. Но в то же время я хочу влиять и воздействовать на мир, который я вижу по-своему, например. Но делать это так, чтобы удовлетворять свои ценности, чтобы вокруг меня близкий мой круг удовлетворял свои ценности, люди, с которыми я создаю проекты, соответствовали моим ценностям, а мои ценности соответствовали им. И была вот эта вот некая гармония, которую я строю, я ее фактически строю. Но построить ее можно только тогда, когда ты эти вещи осознаешь. А для того, чтобы эти вещи осознавать, нужно просто задаваться вопросом изначально. Под этот вопрос приходит информация так или иначе. Информацию необходимо анализировать, потому что нам дан ум и интеллект для того, чтобы мы могли отличать одно от другого. С тем, как ты проанализировал, это стало твоим знанием. Знание становится твоей практикой, то есть твоим опытом. Опыт складывает твое мировоззрение и миропонимание. И все, и ты как бы уже мир видишь по-другому. И многие тебя не понимают, да, потому что немногие этим путем идут. Многие идут путем работы, которые где-то кто-то им сказал, как надо делать. И традиционного образования, общего образования, да, которое растягивает наши интеллектуальные и психические возможности в какую-то жвачку, в то время как это можно делать быстрее, интенсивнее, интеллект, и все будет работать быстрее. И тогда и все процессы вокруг будут происходить более качественно, четче, наверное, выверенней. Но я сторонник того, что каждый должен прийти к автономности, абсолютной независимости в принципе в жизни. Он должен стать для себя психологом, он должен стать для себя поддержкой, он должен стать для себя верой, любовью. Просто в этом случае, в моем понимании, человек для этого мира очень много может сделать. Потому что он независим, он может идти и способствовать кому-то. Если он зависим от этого, от того, от этого, от десятого, то он просто коллега на самом деле, который идет на каких-то кистелях поддержки. Что ты думаешь по-вот того, почему многие не сдаются этим вопросом? Просто потому, что это что-то на уровне каких-то, наверное, даже животных инстинктов. Типа, есть женщина, ее надо обеспечить, я пошел завоевывать. Ну да, это на уровне животных инстинктов. У нас есть некий двигатель внутри. Психическая энергия. Психическая энергия управляется психикой. Психическая энергия – это компонент, который влияет на материализацию мысли. Это то, что делает человека тем самым творцом. Но мы не знаем об этом, мы не умеем этим пользоваться. Максимально доступна психическая энергия. Четвертому типу строя психики – строя психики человека. Но большинство из нас живет на уровне строя психики животного. Инстинкты и рефлекс. И те, кто управляют цивилизацией, человечеством, они прекрасно это понимают. Поэтому нас питают страхом, питают красивыми картинками, образами. Чтобы мы вот как бы кушали, пили, одевались, бежали за успехом. Или чего-то там боялись. А если выше подниматься, там возникает уже разделенность, разделенность, разбавленная таким вот термином, как «разделяй и властвуй», какой-то смысл всем каждому дали, во имя которого пошли вроде единое общество, единая цивилизация, но пошли за разными смыслами. Потому что их туда разбросали, чтобы они не были единой конструкции. Потому что когда они будут едины, они будут непобедимы. И вот плавно нужно подняться. Через это все мы проходим. Это тоже некий эволюционный путь, как организм развивается, так же развивается и психика. Ну просто на организм, на психику, на интеллект, на сознание, на ум, на подсознание регулярно, каждую секунду оказывается воздействие. Отсутствие того самого развлечения, о котором мы говорили, как элемента отличить правду от неправды, ложного от неложного, у нас нет. Хотя мы наделены им от Бога, мы все этим наделены. Но пользоваться мы этим не умеем. Для того, чтобы этим пользоваться, у нас должна быть совесть. А что такое совесть? Это некая связь с Богом. Со-весть. Какая-то весть, которая как-то нам поступает. Она поступает на уровне совести, которая иногда у нас такая... Отвратительное действие не делай так, а ты такой пойду и сделай, по-другому не умею. Либо мораль, как набор каких-то конструкций моральных, внутренних, нравственных, которые не дают тебе возможность, например, ударить женщину или взять чужое. И вот эти вот индикаторы позволяют услышать тот самый голос, который подскажет, правильно или неправильно, морально, не морально, а морально, хорошо, плохо, надо, не надо и так далее. Почему тогда люди, например, так озабочены этим успешным успехом? Потому что, например, в какое-то время было трендово завести семью. Образ не имеет никакого прямого отношения к физической реальности, но образ физической реальности проявляется, то есть сотворяется, создается. Вопрос, откуда мы этот образ получаем? Человек, имеющий человеческий строй психики, этот образ получает напрямую от Бога. То есть я человек нерелигиозный, я сейчас не представляю никакой из конфессий, а я говорю на всеобщем духовном языке. Человек, который имеет связь с Богом, можно назвать это возможность или состояние выйти за рамки ума и подсознания, выйти за пределы какой-то ограниченной конструкции, и оттуда черпать информацию из тризна сферы, например. Вот этот человек получает образ оттуда, из абсолютного пространства, в котором нет никаких систем управления. Есть только ты, некая пустота, которую можно назвать Богом, например. Ну или назовите как угодно это. Кто-то называет это пространством Акаши. В моем понимании идеально образ получать оттуда, испускать его на уровень логики, придавать ему форму, потому что этот мир весь упорядочен. Соответственно, этот образ нужно перевести в визуализацию, в текст, в конструкцию, в план, в стратегию, в тактику, в документ. Не важно. Я делаю все, чтобы ты поняла. И документы пишу. Я понимаю, что все мои идеи, они должны приобрести форму. Они откуда-то приходят ко мне. Если человек не знает об этом и не использует это, то на его образ можно оказывать воздействие. То есть он может быть творцом в чужих руках, выполняющим чужие задачи. Ты, например, не черпаешь образ извне. У тебя нет такой возможности. Соответственно, я, как субъект управления, с какими-то нехорошими мотивами, могу эксплуатировать твою силу, которая дана тебе Богом, для творения во имя своих интересов. Я могу грузить в тебя свои образы. Ты будешь даже этого не осознавать, но ты будешь служить мне. В этом можно, кстати, понятие грегор сюда использовать. То есть есть некие энергоинформационные конструкции. Например, бренды, например, блогеры. Например, еще кто-то, включая конфессии какие-то, которые выступают некими ориентирами энергоинформационными. Ты являешься представителем этого бренда, представляющего интересы. Ты питаешь этот бренд своей энергией. Все. Выполняешь задачу. Когда у тебя появляется свой образ, и ты действуешь из своего образа, из своих ценностей, там нет самообмана, там есть поддержка извне, потому что чувствует, что студент понял взаимосвязь. Можно поддержать. Успешным и счастливым человек может стать, только если он умеет слушать себя и честен с собой. Я про успех бы здесь вообще не говорил. Успех – это следствие. Не, успех может быть результатом большого труда. И так мы живем в сегодняшней цивилизации. Для нас успех – это большой труд. То есть если вам это подходит, окей, делайте так. Я понял сейчас, что это по-другому может быть. Что для меня успех – это, во-первых, целостность моя, что моя жизнь протекает по моему сценарию, в соответствии с моими ценностями, в соответствии с моими выборами. Я понимаю, как устроена материализация мысли. Я сегодня здесь и сейчас создаю то, что мне необходимо. Я живу в состоянии наблюдателя. Несмотря на то, что я веду активную деятельность, у меня там десяток проектов и социально-общественных, и предпринимательских, и образовательных, и духовных, там внутренних, да. Я веду их одновременно. Но у меня тоже много времени. Это был мой выбор. Это моя вера, это мой образ. Я его сегодня создаю. И как бы вариантов несколько, конечно, можно играть по традиционному сценарию. Вопрос – этот сценарий, насколько он имеет высокую конверсию, и насколько он быстродейственный, либо долговременный. Конверсия во что? Успех. Ну, то есть все живут по традиционной какой-то, по традиционной какой-то мировоззренческой картинке. Сколько среди людей, которые живут по этой картинке, реально по-настоящему счастливых, достаточных, изобильных, богатых, состоятельных, реализованных людей. Здоровых. 0,00, 0,0,0, сколько-то процентов. Ну, а логично, что тема не работает. Это то же самое, что ты трафик запускаешь, 100 тысяч потратил, у тебя пришло 3 заявки и 3 мертвые. Очевидно, что тема не работает. Либо ты 100 тысяч вкладываешь, к тебе пришло 100 клиентов, 95 из них теплые и лояльные. О, работает супер. И мы же тестируем гипотезы, но в жизни мы эти гипотезы не тестируем. Нам истину дали, делай вот так. Мы такие, окей, пошел делать вот так. И на этом как бы эксперимент твоей духовной эволюции провалился. Что для тебя значит любить? И кого можно это любить? Любовь для меня это чувство, которое непоколебимо проживается, испытывается внутри, и из этого состояния изливается во внешний мир, во всем, в действии, во взгляде, в проявлении, в идее. То есть любовь это я, которая течет во внешний мир в виде чистого проявления. Не может быть любви к какому-то объекту, когда этой любви нет к самому себе. Это иллюзия любви. Это какое-то чувство помешанное, которое назвали любовью. То есть я знаю, что такое любовь, я это чувство проживаю внутри себя, и до 30 вообще себе по-другому это представлял. Это что-то такое вообще. Ну это просто... У этого нет слов. Это невозможно словами передать. Это такое яркое. Вот представь, что есть энергетический водопад, который идет от Бога, который можно почувствовать телом, и который захватывает дыхание, и начинается вот что-то на уровне оргазма. Но это может быть просто так, без факторов снаружи. А как ты себе представлял это до 30? Что это вообще все по-другому? Ну это что, цветочки, это вот... Вот это вот воздушное чувство, ограниченное во времени, завязанное на ком-то. Но я не так сразу понял, у меня были потрясения, которые привели меня к определенным выборам, решениям, траектории жизни, которая была поменена, которая привела меня вот к этой жизни счастливой. И чем я делюсь сегодня с людьми? Не могу об этом не говорить. Считаю, я должен предупредить людей, направить. Дать выбор, альтернативу. Я правильно понимаю, что невозможно изменить внешне и других? Вот этот мир, который мы сегодня знаем, этот мир создан нами с тобой и всеми, кто сегодня есть. Вне нашего выбора, но благодаря нашему выбору. То есть через наше внимание коллективное, через нашу коллективную энергию создалось все то, что создалось. Природу мы не создаем. Природу нам создали как среду, которая способствует нашей эволюции здесь. Что создали мы как люди здесь? Вопрос. Это риторический вопрос. Он ужасный, ответы на него будут ужасные, на самом деле. И это все от неосознанного выбора, потому что мы многого не знаем, что слепые котята, которые ничего не понимают. И ничего не делают для того, чтобы понимать. Глобальные изменения начнутся тогда, когда каждый возьмет в свое управление свое мировоззрение. А что такое мировоззрение? Сразу возникает вопрос. А мировоззрение тоже многослойная конструкция, которая включает в себя «Я и мои знания», «Я и мои убеждения», «Я и мои идеи», «Я и мои идеалы», «Я и мои духовные ценности». Их как минимум надо описать, понять, «Я и мои идеалы» — это что, «Я и мои идеи» — это что. А потом задать вопрос, «А мои ли это идеалы?» «А мои ли это идеи?» «И ведут ли меня эти идеалы и идеи» к гармоничной, счастливой, свободной, реализованной жизни, к мечте, к сути?» И здесь станет понятно, что мировоззрение нам не принадлежит. И вот в этот момент, в моем понимании, здравый интеллект должен взять в управление свое мировоззрение и начать его формировать под те задачи, с которыми он сюда пришел. Разобраться в себе — это же иногда про что-то в себе изменить. В любом случае, мы же меняемся с течением времени. Но вот перед тем, как что-то в себе изменить, надо понять, кто я, из чего я состою, как каждый из этих слоев и систем работают отдельно сами по себе, как они взаимосвязаны между собой. А уже после этого станет понятно, что конкретно и как можно изменить. Потому что этот вопрос, все с ним живут, а как это изменить, а как это изменить, а как это изменить. Я не знаю, возьми руки в ноги, книги возьми, литературу почитай, поучись, сходи. Как это изменить? Он какой-то тупиковый вопрос. Ты задал сейчас этот вопрос, и у меня возникло десяток уточняющих вопросов, без которых невозможно прийти к решению, как это изменить. Да, просто перестань вот это делать. Ну, в смысле? Вот это сложный алгоритмичный процесс. Просто перестань что-то делать, ты реально веришь, что это что-то изменится. Не стройте иллюзии. Мы вынашли про женско-мужские отношения. Мы же часто наивно полагаем, что мы можем кого-то изменить. Это сложная, на самом деле, тема, большая, и она, может быть, сложна для понимания или восприятия. Но все изменения во внешнем мире связаны с внутренними изменениями каждого из нас. Все, точка. Я это осознал, я это применил на практике, я это утверждаю. Что если ты хочешь что-то поменять, от того, как ты поменяешь внутреннее отношение к этому, пересмотришь, осмыслишь, различишь, переосознаешь, перепишешь, поверишь. У меня все в жизни само происходит. Я понимаю просто алгоритмы, по которым происходит жизнь, какую роль каждый из нас играет в этой жизни, как эти процессы внутренние взаимодействуют с внешними. Внешними не вот этими, которые человек придумал, а абсолютными. В виде природы Земли, энергии, которые циркулируют через тебя и через Землю, всех этих взаимосвязей между собой, мысли, которые абсолютно бесформенно, которые как энергия может двигаться, и она куда-то уходит вместе с твоими выборами, верой и волей, куда-то в наосферу. Эта наосфера возвращает тебя на языке жизненных событий все то, о чем ты мыслишь, все то, что ты веришь, все то, в соответствии с какими мотивами ты живешь. Вот я иногда встречаю людей, которые рассказывают истории, что вот там что-то я попал в ситуацию, вот там на дороге попал, вот это пропало. Думаю, я не знаю, в каком вы мире живете, у меня этого нет, и это мой выбор. У меня тут заболело, тут опоздал, тут дети приболели. Это какой-то хаос. Этот хаос у вас внутри происходит. Внешний мир вам просто на языке жизненных обстоятельств показывает, что беспорядок, родной, обрати внимание, не там надо порядок наводить, вон там порядок надо наводить. Отсюда все начинается. Все начинается с я. Хотя нам эту букву отправили последней в алфавит. Она должна быть первой, потому что фактически все начинается с я. А тут возникает вопрос, а я это кто? Для кого-то я это тело с волосатыми ногами, в голубой рубашке, в синих шортах и в очках. Для кого-то я это мои мысли. Для кого-то я это личность или субличность, которая живет через меня. Для кого-то я это чувство. Для кого-то я это подсознание, как просто хранилище, в которое каждый может что-то забросить в твое подсознание, и ты из этого состояния будешь жить. Для кого-то это разум. Для меня я это тот, кто сюда пришел, используя разум, подсознание, чувство, личность, ум, тело и этот мир как средство для творения. Вопрос чего творения? Это должен каждый для себя ответить на этот вопрос. Потому что каждый пришел сюда с целевой функцией. У каждого есть здесь задача. Если бы ты писал книгу про себя, то какой бы ты хотел, чтобы была последняя строчка в этой книге? Я люблю вас. Потому что я сюда за этим пришел. И считаешь, что это высшая цель? Каждого человека? Нет, конкретно моей. Какая высшая цель каждого служения, точно. Вообще, абсолютно всех, кто наделен вот этим божественным компонентом, задача одна служение. Но выбор безграничный, как ты будешь это делать. Ты должен служить своему пути, за которым ты пришел. И неважно, как далеко ты прошел, способствует тем, кто идет за тобой. Все. Точка. Точка. Точка.